Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Я сегодня в Волгоградской области. У нас здесь небольшое полевое мероприятие. И есть стенд компании Ростсельмаш. За моей спиной, друзья, самый большой и самый мощный комбайн Ростсельмаш. Давайте посмотрим, послушаем специалиста. О нем нам сейчас обязательно расскажут. Посидим в кабине, ну и узнаем об этом монстре. И, по слухам, это самый мощный комбайн в мире? Единственный комбайн, у которого вращается ТЭКО. Единственный комбайн, у которого вращается ТЭКО. Модель Торум 785 предназначена для уборки всех традиционных зерновых культур. Колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных. Эффективная машина с производительностью до 45 тонн в час. Способна обработать за сезон до 2000 гектар. Мощность двигателя 520 лошадиных сил. Объем бункера 12 тысяч литров. Друзья, он реально огромный. Не знаю, сколько у него вот длина жатки. Сейчас узнаем. Ротор. Это роторный комбайн. Бункер 12 тысяч литров. Это, кстати, тоже один из самых больших на рынке. 7 до 9 метров длина жатки. Ну, вы представляете себе мощность этой штуки. Все Торумы были битерные. Сейчас на 785 стоит транспортер. Комбайн, на котором стоит роторный дек, который вращается. У него там 8 оборотов в минуту. Вращается для того, чтобы равномерно все происходило. Обмолот. Стоит каменский двигатель QSM-12, которого мощности 520 лошадей. То есть, для комбайна вполне хватает. Полезли, наверное, в кабину. Полезли в кабину. Высота. 2,5 метра. Опа! Ну, здесь я вам хочу сказать, вот так вот на первый взгляд, я сидел во многих импортных комбайнах и особо ничем не отличается. То есть, ну, у всех комбайнов сейчас, у всех современных комбайнов сейчас примерно что-то такое. Ну, чтобы вы понимали, это место оператора. Да, оно на пружинах. То есть, я сажусь и занимаю максимально удобное положение. Небольшой руль. Самое главное, все органы управления вот здесь под правой рукой. То есть, это джойстик, который всем управляет. Экран, на котором выводится вся необходимая информация. Ну, и все остальные клавиши. Вот, соответственно, вот такое вот, друзья, обзорище. То есть, здесь видно абсолютно все. Высота фантастическая. Вот такой он, друзья, самый мощный комбайн в России. Здесь тоже, ну, музычка обязательно. Естественно, друзья, есть здесь и кондиционер, система шумоизоляции. То есть, это у современных комбайнов, у всех абсолютно, это как бы уже считается нормой. То есть, ну, и вот такая система. Человек сидит, подлокотничек. Здесь второе место. Сына прокатить. Комбайн в движении приводится. Нет у нас теперь ручки переключения с карасей. Все у нас переключается с кнопочек. Климатическая система идет. Здесь уже не кондиционер, а климат стоит. Монитор жидкокристаллический, в котором также присутствует уже радио. Здесь есть аудиоподготовка. Здесь есть радио. В принципе, в такой версии есть еще и беспилотный комбайн, на котором ставится, стоит монитор, ну, в виде планшетника, которого облегчает работу механизатору. Механизатор сидит, комбайн сам просто работает. Он просто сидит, наблюдает, чтобы как бы все нормально было. Ну, вы понимаете, что я сам не специалист, я ведущий, но вот это поражает. Смотрите, сто семь сантиметров. Вот такую камеру нам в детстве на пруду плавать. Ну, и вот так, друзья. Видите, крышка открыта. Собственно, сама система. Здесь есть лесенка. Чего бы нам ей не воспользоваться и не посмотреть, что здесь у комбайна. Интересно же все-таки. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп. Вот такая вот, друзья, история. Вот так комбайн выглядит сверху. Ну, и опять же, повторюсь, друзья, я сидел во многих комбайнах, на многих презентациях бывал. И ничем, ничем не уступает он. Ну, во всяком случае, внешне ничем не уступает импортным. Ну, и нужно понимать, что по цене это далеко не импортный. То есть это доступнее. Самое главное, есть запчасти. И люди, которые делают, всегда рядом. Нигде-нибудь за 3-9 земель и в случае какой-нибудь очередной санкции вы с обчастей не дождетесь никогда. А здесь всегда Ростельмаш и Кварт Ростов. Вот такая вот техника, друзья. Это было производство Ростельмаш. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Ставьте лайки, подписывайтесь. Михлух Макфай. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok